И теперь подробнее об этих и других событиях. С октября в Волгоградской области будет введен бесплатный проезд для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также участников обороны Сталинграда. Об этом сегодня в интервью нашей программе заявил губернатор Анатолий Боровко. Напомним, что с данной инициативой выступили волгоградские фронтовики на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым в марте нынешнего года. Руководство региона поддержало это предложение. На прошлой неделе соответствующий закон был принят в региональном парламенте. 23 числа, на втором и третьем чтении, в окончательном чтениях, закон был принят. И есть определенная процедура, это 10 дней. С момента голосования депутатов, дней 10 до опубликования. Как только он будет опубликован, он начнет действовать. А тут считанные дни остались фактически. Предполагается, что ветераны войны в нашем регионе смогут бесплатно ездить на всех видах городского, пригородного и междугородного. Общественного транспорта, включая речной. Областные власти считают, что затраты на реализацию данного закона должны взять на себя в том числе и транспортные компании. Они фактически незначительные. Ведь в рамках формирования этого закона были разные мнения. Какие-то десятки или чуть ли не сотни миллионов рублей транспортные компании хотели пролоббировать себе, в части компенсации. Но ведь мы же все прекрасно понимаем, что наши ветераны не очень-то и мобильны. Поэтому если пользуются услугами общественного транспорта, то я же думаю, транспортные компании просто обязаны на себя взять эти расходы. Для того, чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, ветеранам достаточно будет предъявить удостоверение участника войны или документы, подтверждающие награждение медалью за оборону Сталинграда.